МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самогоны, как гамадрилы. Это мразь, ползающая по нашим улицам. Вечно гонимое существо. Это самогон и либерализм. Они прямо называют их предателями Родины. Те, кто выходят вместе с ним, это либо идиоты, либо предатели, либо его сторонники-сектанты. Это профессиональные предатели страны. Знаете, кричат о промытых мозгах. Через интернет идет зомбилование этих вот людей. И вот это вот все, что мы сейчас видим, это вообще имеет признаки стопроцентные тоталитальной секты. Даже обещают утопить в речке. Чтобы был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там и прямо в мойке в это утопил. Мол, ишь, что вздумали? Коррупция их интересует. Путин им, видите ли, недовольный. Здорово, без предел! Путина в отставку! Путина в отставку! А дальше что? Майдан, как у бендеровцев? Не бывать такому. Майдан, конечно. Майдан. Вот этот Майдан они готовят сейчас. В итоге по телевизору круглыми сутками заседают не только штатные городские сумасшедшие. Вот они нам... Ну и разновсякие психологи, проктологи. Молодежь надо воспитывать на правильных примерах. Думы думают, так сказать, всем колхозам. Как бы так понадежнее неугодных россиян в стойло загнать? Послушайте, например, вот такое духовное скрепное предложение. Госдумовский единоросс Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав людей, чьи дети ходят на митинги оппозиции. Пошел ребенок на неправильный митинг лишить батю и маму родительских прав. Малые им сироты инвалидов в России, в том числе благодаря закону Димы Яковлева, без семьи оставили. Закон Димы Яковлева вступил в силу в 2013 году. Документ запрещает передачу российских детей на усыновление или удочерение американцам. В народе он получил обидное прозвище «Закон подлецов». Давайте еще и школьников за нелюбовь к власти в детдома отправлять. Пусть вещь собирает и в детдом. Органам опеки надо лишать таких родителей права воспитывать отпрысков. С другой стороны, опасения чиновников понятны. Время играет против них. Чем дальше в лес, тем по вполне естественным причинам. Все сильнее редеют отряды Путина. Чтобы это все знали. А вот недавние школьники по всей стране... И вы, детки, смехотворные, жалкие, ничтожные психи. Вы, детки, никто и ничто. Это не светочмысли, а обычный халуй. Вас, детки, так мало, что, по сути, вы являетесь статистской погрешностью. Взрослеют. Обзаводятся семьями, где вполне могут доносить свою позицию как минимум второй половинки. А ведь есть еще и родственники. Власть сдержится за счет пенсионеров из страха. А последнего, как показал пример Хабаровска, все меньше. Я свободный человек в своей стране. И мы имеем право на свой голос. То есть с каждым годом ватный фундамент просаживается все сильнее. И в Кремле не видят других вариантов спасения, кроме максимального закручивания гаек. У России свой собственный ген демократии. Их садят и за неправильные лайки, и за одиночные пикеты. Плакат в руках, повод для прогулки в отделение. Как говорится, только дайте повод. А если повода нет, его всегда можно найти. Распилил упавшие деревья на дрова и изволь заехать в каталажку за нарушение правил сбора валежника. За сбор валежника до семи лет тюрьмы. Оказывается, не все то, что в лесу валяется, является валежником. При этом всем несложно заметить просто удивительную закономерность. Пока одних садят за валежник, пикеты или лайки условному Навальному... Сроки за посты в соцсетях уже давно не редкость для России. Незамеченными остаются преступления совершенно иного уровня. Ведь пока федеральные каналы собирают студии для борьбы с навальнятами... Уже названы имена четырех оппозиционеров-навальнят. Живут они в разных городах России, но вместе делают одно общее грязное дело. Еще одна часть молодых россиян захватывает движение АУЕ. Но дальше криминальных хроник такие новости, как правило, не выходят. Основной контингент АУЕ – дети до 16 и младше. В почете у них тюремный сленг... Всех будем режеть. Пирог под пищей, да и все. Жизнь по понятиям... АУЕ! И ненависть к полиции. АУЕ! Все начиналось в Сибири и Забайкалье, где плотность тюрем была огромной еще с советских времен. А число бывших сидельцев измеряется миллионами. Криминальная субкультура опутала Сибирь, Дальний Восток, Забайкалье. Отголоски слышны в Москве и Питере. Молодежь там достаточно быстро обучали воровским традициям. Реально, в каждой школе был свой смотрящий. А с классов собирался общак. Взамен на покровительство школьники должны скидываться на общак. По сути, криминальная ролевая игра стала приносить нереальные прибыли. Кто-то выманивал деньги у родителей, а другие сбивались в банды. Собирать деньги любыми способами. Бери у родителей, отнимай, воруй и отправляй на зону. В итоге все зашло настолько далеко, что юные ауешники до сих пор держат в страхе целые города и поселки. Банда свободно устанавливает свои порядки в пятитысячном селе. Жители боятся выходить вечером на улицу. В Нижнем Новгороде получила продолжение история банды малолетних хулиганов, от которых уже не знают, куда деваться жители. Бравые сотрудники полиции, которые лихо крутят людей за лайки и валежник, вообще не с такой публикой в роли терпил. Полицейские участки реально на осадном положении. Опорный пункт полиции выглядит так, будто находится на осадном положении. Увери и окна заколочены железом. А лидеры банды не стесняются говорить, они здесь закон. Я говорила им, что я найду на вас управу, на вас закон найду. И вот этот старший, который арестован по подозрению в убийстве, он мне сказал, здесь закон я. Нет, конечно, не мы здесь власть, от которого так бомбит пропагандистов. Идут вот дети, кричат, вы здесь власть. Я вам хочу всем ответственно заявить, это мы здесь власть. И власть мы эту вам не отдадим ни хрена никогда. Но те, кто кричит, мы здесь власть, максимум, что могут, это собраться где-нибудь в Москве и посвятить телефонами. А вот мы здесь закон, это проблема совсем другого уровня. Впрочем, послушайте эти немногие сюжеты, которые пробиваются на экран. Пропавшую 12-летнюю Марину Халилову, которую искали всей деревне вместе с волонтерами, изнасиловали и убили. Это могила 12-летней девочки в одном из поселков России. Ее изнасиловали и убили местные АУЭшники. Все приходили, вся деревня, но школа же здесь маленькая, здесь мало народу. Марину любили все. История страшная во всех отношениях, но самая жесть, как нам кажется, вот тут. За год до убийства девочку изнасиловал 13-летний школьник. Оказывается, за полгода до убийства они уже насиловали эту девочку. Напомним, 12-летнюю девочку. Мать узнала об этом от него самого. Муж идет, я твою дочь. Ну как, проезжает на велосипеде, крикнет и уезжает. Мне в лицо так же проходили, я твою дочь, плевали. Но ни полиция, ни Росгвардия, ни какие-нибудь кизяки особой проблемы в этом не увидели. А кипиш начался, когда после следующего изнасилования ребенка убили. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Мальчик не достиг возраста уголовной ответственности. Полиция не стала ходатайствовать о помещении социально опасного подростка в спецучилище. Ровно так же, но уже другой подростковой бандой была убита мама пятерых детей в городке неподалеку. Молодую, красивую женщину изуродовали до неузнаваемости. И о подобных преступлениях можно рассказывать тупо сутками. Они захлестнули всю Россию от глубинки. Среди бела дня в селе Капустин-Яр подростки избивают мужчину, снимая на телефон. А в ночь с 22 на 23 февраля в селе был зверски избит 30-летний Иван Надежкин. До Москвы. Здесь, в Москве, рядом со станцией Новогиреева, забил насмерть ее сына Артура. Женщина рассказывает, ее единственного ребенка отняла банда АУЕшников, управлял которой 14-летний подросток. Но, друзья, по этой теме по телевизору за редким исключением. Тишь гладь да божья благодать. О том, как АУЕ захватывает миллионы молодых россиян, если и рассказывают, то вот в таком свете. Эксперт называет движение международным. Модераторы интернет-сообщества работают на всем постсоветском пространстве. Основные сосредоточены на Украине. То есть и тут хохлы виноваты. Ну что ты будешь делать? Ну ладно бы они хоть с такими заходами на проблему внимание обратили. Но нет. Тот же Соловьев за год выдает на гора десятки эфиров, где обливает, по-моему, молодых россиян. Пересчет фриков состоялся и вывод оказался печальный. Власовцы. Это современные власовцы. Это подонки. Но ничего. Еще раз. Вообще ничего о тех, кто убивает, грабит и держит в страхе целые города. Да и правда, зачем? Если Путина уважают, хохлов ненавидят, то могут и убивать. На крайняк можно их вместо тюрьмы на Донбасс в ополченцы отправлять. Вы же не забыли прошлые звезды русской весны типа Бабая? Казак Бабай был судим за распространение конопли. Его приговорили к девяти, но через пять лет выпустили за примерное поведение. Остальные четыре приходилось отмечаться в участке. С начала событий в Крыму его подали в розыск. И это очень показательный момент. Он говорит о приоритетах всей системы. Ведь кровь даже детская. Но где-то там в регионах пугает обитателей Кремля куда меньше, чем тысячи фонариков на телефонах в условной Москве. Ну что, друзья, начнем, пожалуй, с прекрасного. Вы, надеемся, не забыли вот эту девчуль. Говорят, снайпер бьет издалека, но наверняка. Предложили переименовать в Донецк. Город должен называться Степанобандеровск. Здесь все серьезно и все по-военному. Вика Цыпленкова с голосом линенка Бэмби. Здравствуйте. Это вам. С наступающим. На протяжении многих лет была главной звездой новороссского телевизора. Она рассказывала ужастики об Украх, вещала о тайных тюрьмах СБУ. Сейчас в тюрьмах СБУ проходят все круги тюремного ада жителей Донбасса. Пленные ждут свободы, свежий глотух воздуха без мучений и надзирателей. А еще о том, как классно жить в республике. Донецк. Город-герой, который продолжает хорошить не по дням, а по часам. Донецкая народная республика доказала, что она может не только одерживать победы, но и строить новое государство и даже развивать экономику. Особенно вот с таким чудесным начальством. Недавно ездили на позиции батальона Захара Прилепина. Но есть и те, кто приехал издалека. Например, Грэм Филлипс и Патрик Ланкастер. Короче, глядя на Викины сюжеты, хотелось бросить все и немедленнее минуты лететь, процветать в Донецк. Мы сделали уверенный шаг в сферах образования, науки, промышленности, торговли и экономики. Сила Донбасса растет. И вот неожиданно пришла беда, откуда не ждали. Мы всей базой НАТО смотрим, ждем. А Вика пропала с экранов. Думаем, может, заболела. Ведь подлые ОБСЕшники как раз повадились новоросов специально заражать. Руководство Луганской команды ОБСЕ в лице Юргена Вилнера скрыло факт обнаружения признаков болезни у сотрудников миссии. Но тут знающие люди нам из духовного ВКонтактика вот этот скрин принесли. Виктория Цыпленкова. Место работы РЕН-ТВ телеканал. И здесь нельзя было не улыбнуться. О, горе-горе! Растила Республика специалистов, готовила, а теперь бац и будет на РЕН-ТВ про беременного от инопланетян Гитлера рассказывать. Зрадозрадная! Но если серьезно, это максимально показательный момент. Ведь вдумайтесь, даже самые главные крикунны об успешной и богатой Республике... Донецкая Народная Республика доказала, что она может даже развивать экономику. ...сваливают оттуда при первой возможности. Как же так, Вика? А что же в Донецке не устраивало? Или победили уже фашизм? На самом деле можно не отвечать. Ведь если отбросить в сторону пропаганду, понятно, что жить в Ордло невозможно. Все, кто может уехать, делают это при первой возможности. Я в нескольких прифронтовых поселках фактически побывал, пообщался с людьми. И даже самые стойкие уже готовятся все-таки уезжать. Видать в какие-то экономические улучшения уже никто не верит. Сейчас уже не особо верят в какие-то позитивные изменения, особенно с экономической точки зрения. Более всего обеспокоены экономикой и будущим детей. А о долгах по зарплате заставляют молчать? Очень непонятная эта ситуация с выплатой зарплат на предприятиях ВТС. Выплаты идут аж за февраль, причем в каких-то совсем мизерных процентах. И об этом не сильно любят говорить, и не сильно любят озвучивать. При этом цинизм информационной политики поражает. Вот что пишут в соцсетях рабочие шахты «Прогресс». Когда, блин, зарплата, сволочи, прихуны проклятые. На улице май месяц на шахтах Тореза за март ни копейки не дали, а платежки уже апрельские приходят. А вот что в это же время ровно об этой же шахте рассказывают по телевизору. На Торезской шахте «Прогресс» готовится к открытию новый очистной забой. Причем прокладка лавы частично профинансирована крупной российской угольной компанией. Да есть же кабанчик, новые лавы, полные штаны перспектив. Количество ежедневно добываемого угля вырастет до 2000 тонн. Вот нежданчик, да они ровно то же самое каждый год показывают. Вот вам подборка по шахте «Прогресс». В ДНР сдали в эксплуатацию новую лаву на шахте «Прогресс». Ввели в эксплуатацию новую производственную мощность. Введена в эксплуатацию 12-я южная лава. Запуск новой лавы позволит вдвое увеличить уровень добычи угля. Это наша общая трудовая победа в деле укрепления экономики республики и усиления юноргизма. И вот эти вот убаюкивающие песни, они не очень хорошо работают, но они все-таки создают ощущение, что какая-то жизнь происходит. Вот у меня плохо, у вас плохо, у него плохо. Но где-то там, к сожалению, эти вот какие-то условия чудовищные, они становятся новой нормальностью. И вот в этом они и живут. Собственно, в таких примерах и кроется ответ на вопрос, почему местные каналы никто не смотрит. И местных можно понять, но в самом деле нафиг нужен телевизор, где нет никаких проблем. Людей волнует зарплата, цены, медицина, а им вместо этого крутят программы с требованием внимания. Снять блокаду с Кубы! Мы призываем все страны выступить против блокады Кубы. Куба должна жить и развиваться. Да здравствует народ Кубы! Блокада Кубы, блин! Вот что самое важное для недореспублик. Уже даже упалчленцы стали обижаться, мол, воевали, здоровье отдали, а кроме ютуб-каналов нафиг никому не нужны. Не очень уважают и чтут тех, кто положил здоровье и некоторые жизни даже на алтарь войны, защищая нашу Донецкую Народную Республику. Ну, как-то обидно, что просто забыли. Молчит телек, даже когда горе случается у звездных коллег. Вот эту подругу зовут Катерина Катина. Мадам с 2014 года сняла хренову тучу сюжетов про хунты, укарателей и героических упалчленцев. Украина является воплощением абсолютного зла, глупости идиотизма, вообще абсолютный такой хричный образ зла. То Донецкая Народная Республика воплощает с собой, наоборот, все самое лучшее и светлое. Они рушат, мы строим. С одним из таких, с позывным скрипач, она жила гражданским браком. Причем это был не какой-то левый Уася, а очень медийный Новорос. Это один из лучших снайперов ДНР. Одессит с позывным скрипач Андрей Милославский. Ну вот по синей лавочке случается ссора, и скрипача убивают. Но они не фашисты и не бендеровцы, а друг из ополчления. Убивает, а потом еще духовно крысит по личным вещам. Подло тебя, брат, свои же убрали. А пока он умирал, некоторые мрази шмонали его вещи, винтовку, СВД, ноутбук и много чего еще. И чувачка хоронят. Катерина Катина убита горем, бегает по судам, пытается добиться справедливости. Убийца скрипача продолжает ходить на свободе под подпиской о невыезде, вопреки законодательству служит. Скрипача нет в живых уже год и семь месяцев, а Фемида продолжает оставаться слепой. Но в славных республиках закон не работает даже для медийных персонажей. По телевизору о горе коллеги полный игнор. Мол, какие внутренние разборки? Да это укры скрипача на передовой убили. Сражаясь с украинскими оккупантами, погиб герой Донбасса Андрей Милославский-скрипач. И от такого вранья и цензуры кукуха едет даже у самых идейных. Мол, постоянно приходится врать, а любую автоматную очередь заставляют превращать в наступление укры. Из каждого прилета осколка делают массированный обстрел. Прозвучала очередь в районе аэропорта, где я в это время нахожусь. И тут же я читаю у одного военкора о том, что лупят гаубицами. Зачем? Ребята, давайте достоверно информировать население. При этом попасть на передовую и снять репортаж оттуда фактически невозможно. Ситуация ненормальна, потому что нет возможности снимать передний край слова вообще. То есть вот эта цензура, она достигла столь гиперболизированных размеров. А если приезжает кто-то из Москвы, для него специально обустраивают позиции, чтобы устроить показуху. Мы знаем пример, что один известный военкор приехал в Донбасс, ему устроили выезд на передний край, где, в общем-то, он снял позиции, которые чуть ли не для этого были созданы. Но это все так, нюансы работы пропагандистов. Хотя надо признать, что куда сильнее, чем цензура, звезд из телека Урдло волнуют бытовые проблемы. Послушайте вот, что рассказывает дамочка. У нас нехватка тех же самых квалифицированного медицинского персонала. У нас только один эндокринолог, детский эндокринолог на город. Если на всю республику только их два детских эндокринолога. А на всю республику аж два эндокринолога. У меня ребенок инвалид, сахарный диабет, и у нас два только эндокринолога, детских эндокринолога, на всю республику. Остальные свалили из-за отсутствия условий для работы и копеечных зарплат. Зарплаты все-таки у нас не такие уж большие. И некоторые врачи, высококвалифицированные, они действительно уехали в Российскую Федерацию, потому что... Ну, больше платят. А теперь просто вдумайтесь, насколько они подонки. Ведь при таких вводных они еще и умудряются устраивать пиар-акции из серии «Будем лечить хохлов». Гуманитарная программа будет действовать на всю территорию Украины. Это будут выплаты, медицинская помощь. Теперь это включает еще и бесплатная реабилитация после ковида. Алло, поехавшие! Потратьте эти деньги еще на пару эндокринологов, чтобы последние ваши пропагандистки, как Цыпленкова, в Москву не убежали. С другой стороны, в свете свежих новостей даже не станем исключать версию, что массовый отток людей только радует местное начальство. Самые стойкие уже готовятся все-таки уезжать. Долгое время в Донецке и Луганске у кремлевских марионеток была глобальная проблема. За 7 лет украли почти все, что можно. Вот сейчас 500 железнодорожных вагонов на металл допилят. Нужны резчики металла, нужно порезать 500 ЖД вагонов. Донецк. Зарплата 3000 рублей за вагон. И баста! Ну, хоть на зарплату, как лох живи. Тут-то и появилась очередная гениальная идея. Миллионы людей из Донбасса выехали. О, отличненько! Будем их квартиры отжимать. Бесхозяйная недвижимость и выморочное имущество станут муниципальной собственностью. Речь идет о десятках тысяч квартир, в том числе и об элитных постройках. Пирожок такой, знаете, на десятки миллионов долларов. И фишка в том, что свое имущество многие защитить не смогут. Жилые помещения после процедуры включаются в жилищный фонд социального использования. Денис Пушилин поручил городоначальникам подготовить и утвердить порядок выявления, учета и их принятия. То есть, чтобы квартиру и все нажитое не отжали, нужно приехать и доказывать это в суде. Но сделать это практически невозможно. Во-первых, блокпосты закрыты, а вариант проехать через Россию максимально мутный. А во-вторых, есть тысячи людей, для которых приезд в Донецк означает пытки. Человека раздевают догола и привязывают очень плотно к этому столу скотчем. Один провод, как правило, бросают на гениталии, второй могут вставить в виде электрода в задний проход. Это самая жесткая система пыток. Мучения и подвал. Система там для всех одна. Получается типичная вилка. Либо у тебя отбирают дом, либо под предлогом защиты дома тебя заманивают в плен и качают деньги с родных. Это страшная история, которая обязательно, еще раз обязательно должна быть поднята на ТКГ. Ведь те, кто пытаются нажиться на крови и шантаже, должны четко понимать, насколько жестким будет ответ. Давно доказано, что чем ближе 9 мая, тем сильнее начинает плющить фашистов. О, извините, рашистов. Хотя разница-то, по сути, и небольшая. У нас в одной руке должна быть лавровая ветвь, которую мы готовы протянуть, а в другой руке должна быть дубина. Надо использовать все форматы силового диалога. Лавровая ветвь мы тоже можем отхлестать. Какой федеральный канал не включи, везде ненависть и агрессия. Ребятушки, прямо как красные деды с немцами в 39-м делят мир, так сказать, на свое усмотрение. Мы должны четко, на всех уровнях сказать, постсоветское пространство зона исключительных жизненных интересов России. Мол, что там, постсоветское пространство, да, так это чисто российская зона влияния. А все недовольные могут идти лесом. А ежели надо, то минимум пол Украины по Днепру заберем. Да Днепра это самое малое. Вон уже танки ртом по Киеву идут, причем транзитом на Варшаву. Берем Киев или Варшаву тоже. Все брать надо. Все, всем заткнуть блоку. То есть танковые колонны входят в Киев. Достанется, конечно, и странам Балтии. Их атаковать останкинским балаболом что-то посложнее, ведь полет фантазии постоянно врезается в волшебное слово НАТО. И патриотические памперсы начинают непроизвольно, но быстро увлажняться. НАТОвские абрамсы на наших границах. Понимаете? Не абрамсов, надо бояться. Надо бояться... Мы не боимся абрамсов. Это не страшно. Это не страшно совершенно. Вот в чем смысл. Ну рубильник у нас есть. Я надеюсь, что мы воспользуемся. А потому идейки показать странам Балтии, где раки зимуют, пока ограничиваются предложениями из серии «А давайте отключим свет». Мы выключим в Юрмале свет и все. Это не грубая сила. Будет враждебная Латвия. Она была со светом, а будет без света. Вот и все. Была с теплом, а будет без тепла. Ребятки явно не понимают, что в ответ та же Латвия и Литва могут предложить Кремлю добираться в Калининградскую область на легендарном батуте Рогозина. С одной стороны, подобное шоу беспомощных ничего кроме улыбки не вызывают. Им нужно дать свое объяснение, свое описание, которое укладывается в ту картину мира, которую они продвигают. То есть Россия – осажденная крепость, вокруг враги, НАТО все ближе, все американские марионетки. А с другой, Вторая мировая, которой они так любят гордиться, обзывая всех вокруг власовцами и предателями. Это власовцы, там сумасшедшее сборище. Это преступники, неонацисты. Проститутки все, кругом, куда ни посмотри, сплошные предатели. Конкретно этих поехавших адептов секты Победобесия ничему не научило. Они словно не понимают, что все эти марши до Львова. На самом деле, Карпаты – это древнекарпатское государство. Русь древняя. 300 лет там русские жили. Мы должны жить все, наши. Удары калибрами и угрозой решать, как и кто должен жить. И что, и потопить американские корабли? и война? Да, война. Остается только у России один путь – военный. Или вы признаете наше превосходство, что сегодня и мы управляем миром, что весь центр находится в Москве. Либо мы отморозим гондурас. Я понял, да. И сегодня преимущество военное на нашей стороне, и мы его используем с тем, чтобы вас наказать. Это снова миллионы трупов. Чужих, своих, разных. Причем этих-то жалких крикунов в бой точно не отправят. И детей своих хоронить они не будут. Только военный путь. Только жесткий ответ с нашей стороны. Чего не скажешь и других россиян, которые сейчас, сидя у телевизора, вот такие речи слушают. Путин уже фигура, которая войдет в историю. Он войдет в историю наравне с Александром Мевским, наравне с Клязем Владимиром, наравне с теми государственными мужами, собирателями земель русских. Но историческая картина будет неполной. Без Киева, матери городов русских. Историческая миссия, собиратель земель, так что, хохлы, не сопротивляйтесь даже. Все равно, рано или поздно, Россией будете. Киев, мать городов русских, все равно вернется в Российскую империю. И у нас нет ни малейших сомнений, что примерно такие же тексты, ну, только чуток с другими локациями, толкали где-то в Германии в 30-х годах. То есть, великий вождь имеется. Путин уже фигура, которая войдет в историю. А все, что хоть сколько-нибудь перечит линии партии, моментально признается экстремистским. Росфа недорог, в нем штаб Алексея Навального, перечит террористические экстремистские организации. И здесь можно долго уточнять, мол, а чойки экстремисты взорвали или подорвали, если не считать самые скрепные места Соловьева и Скобеева. Навального нужно обсуждать. Ну, дерьмо же, дерьмо. Никакой Навальный не гендемократия, а он нацист. Ответ как бы очевиден. Ведь агрессии ход пруд пруди, но совсем с другой стороны. Причем дошло до того, что они уже теракты во славу своих якобы благородных идей устраивают. На складах хранится оружие, которое предоставляется и предполагается на поставки на Украину и террористам ИГИЛ. Если раньше в Москве трусы лопались от криков, что российский след во взрывах на складах в Чехии это западный фейк? Случай конкретно с Чехией вправду карикатурен. Очевидно, все началось с англичан, которые усердно выращивали ядовитый бренд Баширов энд Петров. Кто за этим стоит? Мы называем это коллективным западом. Кто верховодит в этом коллективном западе? Понятно, кто? Соединенные Штаты Америки. То теперь, так сказать, уже активно стелется соломка. Ведь из Кремля явно сбросили темник, мол, нужно всеми силами убеждать холопов, что склады подорвали некие герои. Вся эта клоунада про Петрова и Баширова создана с одной единственной целью. Замылить тему нелегальной продажи оружия украинским нацистам и боевикам ИГИЛ. Иначе боеприпасы достались бы ИГИЛовцам да Украфашистам. Так что очень правильно их неизвестно и подорвали. В отношении складов, где вооружение, в том числе, которое уходит экстремистам, террористам, в том числе ИГИЛу, скорее всего, это могло попадать в руки. Вот эти склады должны уничтожаться. То есть чудаки уже и откровенный терроризм пробуют завернуть в благородную обертку. И ладно бы, это была чисто российская проблема, но расшизм к большому сожалению ползет и на новые территории. Бог и дьявол, добро и зло ведут вечную борьбу, а поле брани душа человеческая. Так говорил великий Достоевский. И сегодня эта духовная война продолжается. Орудие ее культура. Судя по тому, что показывают после подавления протестов в Беларуси местный канал и случился реальный аншлюз. Околокультурная чернь, так называемая среда, тусовка, элитка, эта же элитка, эта же чернь попыталась разрушить наше государство. Носы неугодным, правда, пока еще не меряют, зато четко делят белорусов на людей и нелюдей. Вот, например, если ты не поддерживаешь Лукашенко, значит, ты тупой и бездарный. Посмотрите на Змогоров. Какое убожество, какая безвкусица, сколько пошлости. Нет ни одного достойного писателя, музыканта или художника. Причем, внимание, это даже нобелевских лауреатов касается. У них есть только выжившая из ума старуха со страной полицаев. Они писали бездарные посты, пели бездарные песни, сочиняли бездарные стихи. А вот писали бы стихи или прозу про батьку, русский мир, другое дело было бы. Они скакали под дикие обезьяньи, вопли, видоплясово. И этот бенефис антифашизма мы можем показывать очень долго. Но что характерно, и русские, и белорусские пропагандисты и весь этот трэш, угар и садомию любят говорить от имени народа. Украинцы, родные наши братья, возвращайтесь в семью. И с вашими обидчиками мы непременно поквитаемся. Мы народ, который каждый раз спасает человечество. Мол, это не они начальство обслуживают, а весь народ так считает. Мы протянули руку России тогда, когда она была унижена. Нам есть чем ответить. Нам необходимо быть сверхдержавой. Но вот глава Госдумы Володин отправляется в российскую глубину. Там подходит к старенькой бабушке. Судя по всему, ветерану. Именно такие по всем законам логики должны поддерживать штурмы Киева, борьбу с либерастами и агентами Запада. Здравствуйте! Привет, привет! У высокопоставленный чинуша в дорогом пижмаке ожидал, что старушка перед камерами бросится его обнимать. Ну там, Путину привет передавать. Но, как оказалось, у многих, даже пожилых россиян совершенно другие приоритеты. Вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Правильно. Ругаю нынешнюю власть с матерком. Ругаю вас с матерком, прямо говорит бабушка. Но вовсе не потому, что боится не дожить до российского флага над Варшавой. Берем Киев или Варшаву тоже. Все брать надо. Все. Ее проблемы куда приземленнее. Низкий уровень жизни, инфляция гробовых сбережений. Хватит врать и воровать, резюмирует пенсионерка. Пожалуйста, послушай мой совет. Уж пожалуйста, прикрути все крантики, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Миллиарды. Ну как можно? Убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. И, конечно, эти слова утонут в целом океане пафоса и пустословия на федеральных каналах. Конечно, в Кремле к ним и не подумают прислушиваться. Максимум, какой-нибудь Песков посоветуют старушке переезжать в Брянскую область, которая по многим показателям уже якобы обошла Германию. Губернатор Александр Богомаз заявил, что Германия отстала от Брянской области. И что тут скажешь, над этим и смеяться уже не хочется. Чистой воды глумления прежде всего над русскими людьми. Ведь ртом из Кремля и полмира захватывают и Германию обгоняют. А на деле слышат даже не в спину, а уже в лицо. Хватит врать и воровать. Но вот с последним сложно. Ведь тогда сломается любимая схема, где под шумок войн и разрыв снарядов народ затягивает пояса, пока национальное достояние утекает в весьма конкретные карманы. Мы уверены, что об этом нужно вспоминать каждый год. 2 мая 2014-го по-настоящему черный день, который поделил историю города на до и после. И логика тут очень простая. Время идет, детали забываются и Россия постепенно переворачивает события в Одессе 2 мая 2014-го года с ног на голову. Националисты убивали и жгли людей только за то, что они думают иначе. Но давайте без лишних слов сразу фактами. Каждый год в районе майских праздников сразу все чертики из Останкинской табакерки выпрыгивают и грозно так трясут кулачками. Не мне одному приходит в голову эта параллель. Сожженные хатынь и сожженные одесса. А мы должны помнить и мстить. Не забудем, не простим хатынь и прочие затертые до дыр методички. Одесская хатынь или современный судлинчин. Это хатынь, настоящая хатынь. И сидят вот эти вот отморозки и еще пытаются оправдать тех, кто это сделал. Вот и в этом году казалось, что ничего нового мы не увидим. Привычно устроить друг другу панические атаки пообещают друг дружке захватить Одессу. Запорожье, Одесса, Николаевская область. Все берем, других вариантов нет. И поначалу было ощущение, что все идет именно по этому сценарию. Эксперты в студиях закатывали глаза и толкали пафосные речи. Это, кстати, элемент гражданской войны. И когда убили людей, это уже не раскол, это война. Чинуши требовали немедленно предоставить результаты расследования. Подзог Дома профсоюзов остается толком нерасследованным. Российский МИД из года в год обращает на это внимание Советы Европы и ОБСЕ. В общем, привычный для русского мира цинизм и целенаправленная демонизация противника. И вроде как ничего нового. Но в этом году, отсматривая все эти программы и шоу, было стойкое ощущение, что кураторы дали пропагандистам команду тупо ломать через колено. Главной ошибкой в тот день стала недооценка противника. Он пришел убивать. А активисты еще надеялись решить вопрос мирным путем. О чем идет речь? Понимаете, раньше они хотя бы не отрицали наличие оружия у пророссийских боевиков. Просто пытались врать, мол, да, было, но бутафорское. Именно Виталия Будько обвинят в том, что он был первым, кто открыл огонь по украинским активистам. Мне с Одесской киностудии продали автомат. Ну, это киношный автомат, это не боевый. Ну да, бутафорское. И люди, видать, от бутафорского умирали. Короче, еще пару лет назад подобное вранье казалось верхом цинизма. Но просто послушайте, что они заливают в этом году. Вы пришли с миром. Вот. На Куликово поле в том числе. Те, которые по другую сторону баррикад, скажем так, находились, они пришли не с миром. С чем они пришли? Да они уже пришли готовы убивать. Да ешки-матрешки! Оказывается, одесская дружина с кучей понаехавших российских неонацистов в составе. Это сплошь мирные и, внимание, безоружные люди, которые не были готовы к силовому противостоянию. Мы тогда еще не готовы были, мы очень наивные были. Мы действительно, мы пришли с миром. А они нет. Они уже пришли воевать, они уже пришли ломать через колено все. А теперь просто берем и напоминаем вот эти кадры. Мирные и безоружные, правда? Всего-то лишь по толпе из автомата стреляют. И там подобного огнестрела десятки единиц было. Это не считая бит железных прутов и холодного оружия. Вот здесь особенно хорошо мирных и безоружных видно. Но теперь слушаем, что рассказывают людям по телевизору. Причем мы вам даже вот тут в уголочке это видео для наглядности оставим. Это были люди уже экипированные, уже с оружием холодным, в касках. Люди готовы к столкновению. Да ты что, это укры оказывается в касках со щитами и битами были. То есть, понимаете, да, что они делают? Тупо берут и несмотря на десятки видеодоказательств перевирают все, что можно переврать. Переворачивают с ног на голову. Съехавшиеся в город футбольные фанаты, националисты, они были вооружены колиями, битами и огнестрельным оружием. Кстати, о бендеровцах, типа свезенных со всей Украины боевиках с целью запугать и уничтожить русскую Одессу. Боевые ячейки националистов под прикрытием спортивных болельщиков. Процентов 30, наверное, было приезжих. Приезжих, это, естественно, западная Украина, те, которые там просли в опыт Майдана. Но есть же почти час стрима с проукраинского митинга. Посмотрите на контингент без всяких нарезок и склеек. Стоят обычные люди с флагами, девочки какие-то в футболках черноморца. Никаких тебе дубинок, касок, оружия. И именно на этих людей напали вот те самые марширующие. Вот, кстати, момент нападения. Если бы не было вот этого, все бы в тот день были живы. Но дальше повторилась история с Донецком, где за несколько дней до этого при ровно таком же нападении убили вот этого парня. После мирного митинга за единую Украину погиб 22-летний Дмитрий Чернявский. Дончане нас зарезали во время столкновений на площади Ленина. Разница только в том, что Диму Чернявского в Донецке зарезали, а пацанов в Одессе расстреляли. Скорая едет. Нет, понятно, все равно надо забрать. Я же тебе вот эту шалку привыкнула. А вот тут уже точка невозврата. Хочется аж кричать. А где, блин, была полиция в Одессе, в Донецке? А мы покажем. Вот же она. Вот. Второй по рангу милиционер области ведет вооруженных боевиков разгонять проукраинский митинг. А на этом фото он же в окружении красноленточников перед началом столкновений. Он же вместе с группой этих людей движется туда, где произойдет столкновение с участниками марша. Вот же чудеса, правда? А еще чудеса те, когда пропагандисты теперь делают вид, что ничего об этом тоже вон негодует. Куда смотрела милиция? Одесская милиция выставила кордоны, но в происходящее особо не вмешивалась. Сотрудники милиции не препятствовали. Был сформирован резерв сил и средств. Однако по непонятным причинам этот резерв не был задействован. Но прикол в том, что в отличие от украинских следователей этот вопрос они могут задать напрямую. А знаете почему? Ой, тут интересно. Просто по удивительному стечению обстоятельств те, кто непосредственно спровоцировал бойню. Сразу по ее окончанию не просто убежали в Россию, но и получили там гражданство. Сбежавший из Украины бывший замначальника областной милиции Дмитрий Фучиджи получил российское гражданство. Помимо Фучиджи вспомнить можно и одного из руководителей МЧС Баделана, который непосредственно руководил пожарными командами. У многих еще тогда возникал вопрос, а где были пожарные в самые первые минуты возгорания? Там ведь ехать всего ничего. Но, как и в случае с Фучиджи, допросить Баделана могут только в России. Он тоже сбежал туда и даже получил должность. В назначении бывшего начальника Одесского главного управления госслужбы по ЧС Украины Владимира Баделана заместителем главы Симферопольского района Крыма. То есть Кремль громко требует результатов расследования? Россию, в частности, интересует, как продвигается расследование по поводу кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе. Но при этом не выдает основных подозреваемых. То есть ртом им якобы всех жалко. Тут не забудем, здесь не простим. Но вот своих агентов выдавать не хотят. Ведь погибшие нужны для ежегодного разжигания ненависти. Одесская Хатынь была запланированной операцией. Им нужно было убить всех, чье мнение отличалось от европейского движения незалежной. А не чтоб правду там какую-то выяснять. Потому что реальность, скорее всего, проще, куда более убогая и куда более неприглядная. В итоге с каждым годом усилиями пропаганды история бойни в Одессе упрощается до максимума. Мол, стояли себе мирные безоружные люди, которых было намного меньше, чем фашистов. 2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана. Последних было гораздо больше. Люди хотели решить вопрос мирно, но тут налетели вооруженные бендеровцы, всех загнали в дом профсоюзов и сожгли. Ультраправые разгромили там лагерь сторонников антимайдана, которым пришлось укрываться в доме профсоюзов. Националисты подожгли тогда здание и отрезали людям путь к спасению. А еще спасать людей не давали. Пожарные прибыли слишком поздно. К тому же озверевшая толпа всячески мешала им спасать людей. Собственно, занавес. Можно бежать за кровололом. Но нет, не получится переписать историю, как бы вы ни старались. И каждый год все будут вспоминать, как еще до Одессы вы начали убивать и калечить людей на митингах. Напомнить фото? И, конечно, хотели пустить кровь и в Одессе, о чем говорили за день до бой. Я думаю, их надо встретить и показать, что Одесса это не Майдан, это даже не Харьков, и что мы их не встретим ни пирожками, чем-то более посерьезным. Не встретим ни пирожками, чем-то более посерьезным. Более посерьезным. А потом шли убивать с кучей оружия и гостей из России. Майдану так у нас и даже убили при полном попустительстве гражданина РФ Фучеджи, который не просто мог, а обязан был придушить эту историю с самого начала. Но, видимо, задание было совсем иным, и рано или поздно все убежавшие расскажут об этом в сути, если, конечно, до него доживут. Все еще со времен Норд-Оста было ясно, Кремль не держит ненужных свидетелей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok